Святой Грекорд от Ивоцы, об ищущих Царство Небесного. Многие из людей совсем не ищут Царство Господа, а убегают от Него, другие ищут, но не находят, многие ищут, находят, но не сохраняют, а многие ищут, находят и сохраняют. И этим люди делятся на четыре части. Те, кто не ищут Царства Небесного, а убегают от Него, за всю свою жизнь не перестают совершать злодеяния. Про них говорится о том, что злые люди хотят жить вечно, чтобы не переставать совершать зло, и хотят всегда быть живыми, чтобы не переставать грешить. Не хотим познать твои пути, кто такой Содержитель, чтоб мы Ему служили. Иов, 21 глава, 14 по 15 стихи. Такой горький и темный ответ дают они, когда пытаются их образумить. Такие подвергнутся Божьему суду и никогда не избавятся от мучений. И такие не только неверующие злодеи, но и множество злых верующих, которые только имена верующих носят, но от добрых дел далеки. Они, хотя языком и верят, но сердцем отдалились от Бога и своими делами отрекаются от Него. Во второй группе это те, которые ищут Царства Небесного, но не находят. Это тщеславные и человекоугодные люди, которые, хотя и творят добро, но из-за своего тщеславия теряют плату. Телом умирают, но духом не живут. Мучаются, а покоя не приобретают. Терзаются, а венца не удостоятся, ибо это и есть их плата. Евангелие от Матфея, 6 глава, 2 стих, 5 глава, 16 стих. Они друг от друга славу получают, а славу единого Бога не ищут, как говорит Господь. Евангелие от Матфея, 5 глава, 4 стих. К ним относятся фарисеи из Евангелия, который говорил «Спасибо тебе, Господи, что они такой, как многие другие». Евангелие от Луки, 18 глава, 11 стих. Вот такое зло является тщеславие, ибо фарисей праведным вошел в храм, но, молясь, согрешил и вышел из храма с грехом. А мытарь, который со смирением бил по груди и плакал, вошел в храм с грехами, а вышел оттуда оправданным. Это вторая часть людей, которые тщеславием ищут, но не находят Царство Небесное. Третья часть людей – это те, которые ищут, находят, но не сохраняют его. Это те, которые уверовали, но во время искушения отошли и из-за временной жизни лишились от вечной. Наслаждаясь короткое время земной жизни, они вечно мучаются в аду, ибо отрекаются от своего Спасителя и погибают, употобляясь тем, которые, отклоняя свет, мучаются во тьме. Про них Господь сказал, кто отречется от меня, от них, и отрекусь я перед моим отцом и ангелами. Евангелие от Матфея, 11 глава, 33 стих, и Евангелие от Луки, 12 глава, 9 стих. Также употобляются они тем мученикам, которые, услышав от Господа, что если не будете вкушать мое тело и пить мою кровь, не будете иметь жизни, сказали. Какие странные слова, кто может это слушать? Евангелие от Иоанна, 6 глава, 54 стих, 61 стих, 67 стих. И отошли от него. Для таких лучше было бы, чтобы вообще не узнали путь истины, чем узнав, отошли, говорит апостол. Второе послание Петра, 2 глава, 21 стих. Вот это люди, которые ищут, но, обретя, не сохраняют Царство Небесное. А четвертая группа – это те, которые ищут, находят и сохраняют Царство Небесное. Они такой любовью соединяются с Богом, что считают, что все удовольствия этого мира – ничто. И ничто не может отделить их от любви Христовой. Ни трудности, ни гонения, и ничто другое. Послание к римлянам, 8 глава, 35 стих. Они постоянно возрастают в творении добра и непрестанно стремятся идти вперед. Итак, мы должны искать Царство Небесное верой, надеждой и совершенной любовью. И тогда можем приобрести его. Многие ищут его в простоте сердца, как и мудрый Соломон учит. «Право мыслить о Господе и в простоте сердца ищите его». Премудрость Соломона, 1 глава, 1 стих. «А многие ищут, сомневаясь. Ищущие в простоте сердца все стремления сердца концентрируют на нем. Всегда по доброй воле душой и телом скучают по нему. Как жаждущие ищут воды, так и они ищут живую воду. Как и Давид говорит, душа моя стремится к тебе, как жаждущая земля». Псалом, 142, 6 стих. «А ищущие с сомнением – это те, которые хотят разбогатеть в этой жизни. Хотят жить похотливо и чтобы их прославляли. Но при этом хотят еще и в вечности получить венец. Но этого не будет никогда, ибо, как говорит Господь, «Не можете служить двум Господам, Богу и Мамоне». Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих. «И не можем идти двумя дорогами – узкой, ведущей в жизнь вечную, и широкой, ведущей в вечную погибель». Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 по 14 стих. «А поэтому искать надо царство с простодушным сердцем, ибо оно есть драгоценная жемчужина, за которую и даем все наше имение, и не только телесные необходимости и имения, но и тело с его всеми похотями и страстями, после чего только и находим его. «Итак, братья, ищите его, но не как жена Лота, которая, обернувшись назад, превратилась в соляной столб, несмотря на то, что она и вышла из Содома, но обернувшись, погубила себя». Бытие, 19 глава, 26 стих. «Так и мы, если оставим найденное царство и обернемся любви к этому миру, то погубим себя. И ищите его с царицей Южной, которая, чтобы слушать притчи Соломона, пришла с концов края». Третья книга Царств, 10 глава, с 1 по 5 стихи. Соломон переводится как «мудрость и олицетворяет Господа нашего Иисуса Христа, который установил мир на земле и на небесах». Бога Отца примирил с творением, а ангелов с людьми и соединил в мире церкви евреев и язычников. «А царица олицетворяет церковь верующих, которые пришли с разных краев земли, то есть от языческих религий, чтобы слушать учения Христа. А также ищите его вместе с грешной женщиной, которая, взяв сосуд с миром, помазала ноги Христа и который сказал ей «Прощаются тебе грехи, иди с миром». Евангелие от Луки, 7 глава, 49 по 50 стихи. «Ищите его и вместе с малорослым Закхеем, который из-за множества народов влез на смоковницу, ибо стремился убедить Христа». Евангелие от Луки, 19 глава, 3 по 4 стихи. «А Господь, входя в его дом, сказал, «Ныне пришло спасение дому сему». Также ищите его вместе с мудрыми девами, которые зажгли свои светильники маслом милостыни, но не с потухшими светильниками. Будучи вместе с глупыми девами, которым было сказано, «Истинно говорю вам, не знаю вас». Евангелие от Матфея, 25 глава, 10 стих. «Братья, ищите не суетливую и приходящую жизнь, а ищите Царство Небесное, которое неприходящее и пребывает вечно». «Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на поле», говорит Господь. Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стих. «И впрямь, Царство есть сокровище, ибо для получающих его есть изобилие и несякаемое богатство. Как и сокровище, оно скрыто от многих, и не всякий человек может найти его, но те, кто ищут, те и находят, как и те, что ищут тленные сокровища». Сокровище никогда бесплатно не приобретается, за него надо платить. «Так и Бог жизнь дал нам даром, а за приобретение Царства надо платить и стараться». И под Царством Небесным понимаем многое. Царство Небесное есть сам Господь наш Иисус Христос, Сын Всевышнего Царя. Поэтому и святой Иоанн Креститель говорит «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 3 глава, 2 стих. «То есть сам Сын Божий, и оно сокрыто в поле плоти, для многих оставаясь неизвестным, так как для неверующих и для язычников оно есть непознаваемое и ненаходящее». И Царством называется, так как с Ним будем царствовать на небесах, как говорит Святой Апостол. «Если терпим, то с Ним царствовать будем». Второе посланник Тимофею, 2 глава, 12 стих. Царством называется и Святая Церковь, то есть народ верующий, как говорится в Евангелии. Царство Небесное подобно неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода. Евангелие от Матфея, 13 глава, 47 стих. «Итак, Святая Церковь названа Царством Небесным, так как поверила Царю Небесному. И тот, кто в этой жизни воспримет Царствие, то там, в потустороннем мире, удостоится большей славы, и, поселяясь в Царство Небесном, будет царствовать с Христом». Царством называется Божественное Евангелие вместе с другими священными книгами. «Поэтому и говорит апостол, но как вы отвергаете Слово Божие и сами себя делаете недостойными жизни вечной?» Диане, 13 глава, 46 стих. «Также и Христос говорит, поэтому отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды Его». Евангелие от Матфея, 21 глава, 43 стих. То есть Евангелие или же Писание Божественное. И оно сокрыто словами, притчами и называется Царством, так как заповеди, написанные в Евангелии и в Священном Писании, для исполняющих их открывают вход в Царство Божие. Царством Небесным также называется Таинство Церкви, Крещение, Покаяние и так далее. Они сокрыты вещественными предметами, чтобы верующие смогли бы найти, а не верующие потеряли. И называется Царством Небесным, ибо они ведут Царство, освящают и соединяют с Царем Небесным. Царством Небесным называется также человеческая душа, которая скрыта в телесной обители, невидимая для органов чувств, видимая для разума. Об этом Господь говорит. Царство Небесное внутри вас. От Луки, 17 глава, 21 стих. Ибо душа есть образ Царства Небесного, как и написано в Священном Писании. Господь создал человека по своему образу. Бытие, 1 глава, 27 стих. Итак, душа есть образ Божий в нас и становится Царством через святые дела. А злые дела превращают ее в образ дьявола, и в ад делают ее обителю грехов. И, наконец, Царство Небесное есть жизнь вечная, град вышный, обиталище ангелов и ангела подобных святых. Об этом говорит Господь. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. А в другом месте говорит. Мое Царство не из мира сего. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих. И поэтому называется Царством, так как есть конец всех блаженств и слав, и есть верховное богатство. Итак, ищите прежде Царство Божие. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Ибо сначала надо искать, а потом находить. А кто не ищет, тот и не находит. Итак, надо искать, находить и сохранять.